Приветствую всех Оунов на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. В данном видео хочу предоставить вам Тараскоп на август 2018 года. Работать мы сегодня будем сторон мистического мечтателя. Колода такая своеобразная, больше показывает ваши какие-то психологические проблемы и блоги. Надеюсь, она поможет вам выявить и, скажем так, основные события, которые проиграются у вас в нескольких сферах. А это общая атмосфера месяца, сфера работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карта дадут вам совет, как провести месяц наиболее продуктивно. Настраивайтесь на расклад, проговаривайте свое имя, дату рождения. Когда мне спрашивают, если расклад общий, то зачем проговаривать, да? Но, возможно, это позволит вам лучше на расклад настроиться и услышать то, о чем вам хотят сказать карты. Потому что очень часто мы не замечаем, вроде бы говорить, да, не проигрываются. По факту карты говорили как раз о тех событиях, которые у вас вот-вот либо свершатся, либо на самом деле проиграются впоследствии. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, ну, настраивайтесь, будем смотреть. Итак, общая атмосфера на август. Здесь у вас падает ситуация переживаний, возможно, бессонных ночей, либо каких-то колебаний, когда вас будут мучить какие-то мысли. Ну, то есть вы что-то будете переживать, волноваться, возможно, над некоторыми проектами, либо какими-то переменами в вашей жизни. Потому что девятка мечей – это карта больших страхов, это ситуация преодоления. Это выход из зоны комфорта, когда вы понимаете, что для того, чтобы расти, чего-то достичь, нужно что-то в своей жизни менять. Возможно, именно с этим будет сопряжена эта ситуация. Но, тем не менее, девятка мечей – это не повод для беспокойства, либо каких-то волнений. Карта говорит о том, что то, что вас будет очень сильно мучить, в основном надумано вами сами. Ну, то есть вы сами нагнетаете обстановку. И ситуация не так трагична, как вам кажется. Давайте посмотрим, где эта ситуация у вас откликнется, либо где она будет перекликаться. Итак, в плане работы. В плане работы у вас здесь падает перевернута умеренность, то есть здесь нет гармонии, нет баланса. Сама по себе ситуация, либо напряженной атмосферы в коллективе, либо конфликтных ситуаций с подчиненными, с вышестоящим руководством, с коллегами. Если на текущий момент вы безработные, то ситуация не изменится в лучшую сторону, да, поиски работы здесь не увенчаются успехом. Если вы работаете по найму, либо у вас собственный бизнес, здесь может быть ситуация изнебождения, когда просто хочется отдыха. Либо вы эмоционально, физически истощены, и вам просто-напросто не до работы. Если в этот период вы пытались, либо планировали трудоустроиться на новое место, то сейчас не время. Возьмите паузу, выждите этот момент, и потом отправляйтесь на поиски работы. Как у вас будут обстоят дела с финансами? Так, перевернутая пятерка кубков. А вот как раз в плане финансов орган положительный. Почему? Потому что карта указывает на ситуацию исправления ошибок прошлого. Это, знаете, какие-то недочеты, либо какие-то дыры, которые вам необходимо было закрыть. В плане долговых обязательств, либо кредитов. Ну, либо в целом нюансы, которые у вас крайне тяготили. И вот поэтому перевернутая пятерка кубков, она не говорит о росте финансов, она говорит о возможности рассчитаться с теми долгами, либо с теми моментами, в которых у вас были финансовые обязательства. Либо же кому-то вернуть деньги, либо как-то помочь, либо отложить на что-то необходимое. Либо же здесь вот может даже, да, вот долговые обязательства не обязательно перед друзьями, это могут быть перед государством. То есть платить какие-то долговые платежи за коммунальные услуги. Ну, то есть именно в таком контексте. Что ожидает вас в плане здоровья? Ну, в плане здоровья рыцарь мечей это карта часто каких-то вот травм. То есть вывихи, ушибы, порезы. То есть ничего существенного. То есть травма, но незначительная, незначительная никакого плана. Ну, то есть, не знаю, там может вас укусить оса за ногу, да, нога распухла. То есть это, скажем так, не смертельно, но тем не менее может принести вам ряд каких-то неприятностей. В остальном же пары царем мечей карта советует быть осторожными при управлении автомобилем. То есть не превышать скорость, не лихачить и обязательно быть внимательным на дороге. Что вас ожидает в плане личной жизни? А вот в личной жизни по тузу мечей идет ситуация ясности. Желание и разрубить гордеев узел. И в целом сама по себе обстановка, когда вам нужно с кем-то поговорить. Что-то прояснить. Расставить точки над «и». Например, если вы одиноки, то это будет попытка найти себе партнера, который вам близок интеллектуально. То есть с которым у вас будут общие взгляды, общие цели, общие, в смысле, даже знаете, какие-то планы на жизнь. То есть чтобы вы смотрели в одном направлении. Если вы на текущий момент находитесь в отношениях, здесь я не вижу каких-то стычек или упреков. Здесь просто желание оговорить то, что вас в отношениях не устраивало. Потому что тузу мечей – это карта импульса и желание, скажем так, прояснить неразрешенные моменты. Но не более того. Сам по себе тузу мечей крайне редко указывает на ситуацию разрыва. Только в контексте или в совокупности с другими арканами. И совет от карт, как вам провести этот месяц. Девятка жезлов. Вот эта карта часто призывает, во-первых, вас отстраниться. Отстраниться, огородиться, побыть одно или одному, подумать над тем, что вам сейчас нужно. И вообще, знаете, отдохнуть. Почему? Потому что по девятке жезлов вы эмоционально закрыты. То есть вы отгораживаетесь от общения, от каких-то увеселительных мероприятий. Это время восстановления. И в первую очередь, знаете, душевного, эмоционального. Когда вы пытаетесь обрести вот эту гармонию, которой вам не хватает. Предаете вот эти вот страхи. С чем у вас могут быть здесь связаны страхи? Ну давайте посмотрим. Это может касаться или работы, или все же здесь вас могут волновать отношения. Потому что девятка жезлов – это еще ситуация отстаивания своих позиций. Когда вы четко хотите отстаивать свою точку зрения в отношении с другим партнером. И если партнер не пойдет вам на уступки, то вы действительно будете эмоционально закрываться. Потому что по девятке жезлов – это еще ситуация, знаете, как проверить, есть ли в ваших отношениях доверие. То есть можно ли партнеру доверять, да, и насколько человек к вам тянется. Вот такой у вас будет месяц. Могу сказать, месяц вашей жизни будет проходящий. Потому что нет старших арканов, никаких значительных перемен он нести не будет. Ничего плохого в этом месяце я не вижу. Месяц такой, знаете, спокойный. Ситуация самоанализа, размышления. Ну и попыток привести, скажем так, в гармонию все свои сферы жизни. Как рабочую, так финансовую, так и личную. Чего я вам искренне и желаю. Благодарю вас за просмотр. Для тех, кому нужны индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну а с вами была Ева Лехцер и до новых встреч.